Продолжение следует... ...кто пытается объяснить, что это неправильно, но он не воспринимает и убегает, хотя даже не кричит. Уважаемая Евгения, вот как вы думаете, если вашему ребенку настолько страшно, что он убегает от вас, то что нужно делать в этой ситуации, просто если просто размышлять логически? Что делать? Ну, наверное, наверное, я, конечно, не уверен, да, но наверное, наверное, нужно как минимум перестать на него ругаться. То есть перестать его ругаться. Наверное, стоит как минимум поменять свою позицию по отношению к нему. Как вы думаете? Наверное, стоит как минимум пересмотреть свое поведение по отношению к ребенку. Верно ли вы занимаетесь им? Правильно ли вы занимаетесь им? Правильно ли вы доносите до своего ребенка то, что вы хотите сказать? Понимаете, ребенок, он ведь очень хорошо чувствует то, что происходит. Ребенок очень хорошо чувствует, что происходит между вами. Я имею ввиду, между вами вообще между вами. Между вами в целом. И если ребенок убегает, значит, для этого вероятнее всего, для этого есть причины. То есть, очевидно, ребенок в этом видит для себя угрозу. То есть, вы, видимо, пытаетесь объяснить, что что-либо неправильно с подавлением своего ребенка. А с подавлением своего ребенка, простите, абсолютно неприемлемо. Абсолютно неприемлемо своего ребенка подавлять. Так или иначе. Поэтому, если вы считаете, что ребенок, ваш ребенок, делает что-то некорректное, что-то неверное, то нужно менять тактику взаимодействия с ним. Понимаете? Нужно менять именно тактику взаимодействия с ним. То есть, например, от ты, от ты, переходить к я, например. То есть, от фразы, ты это сделал, например, неправильно, да, от такой фразы. Переходить к фразе, допустим, я расстроена тем, что, ну, тем, как ты поступил, например. Или мне не нравится, как ты поступил, я, мне грустно от того, значит, как ты ведешь себя. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Понимаете? То есть, и разделять, самое что главное, разделять, когда вы говорите именно о себе в контексте ребенка, а когда вы говорите о ребенке. То есть, понимаете, совершать ошибки для ребенка нормально. Делать какие-то вещи, которые кажутся вам, ну, ну, плохими, это тоже нормально для ребенка. Он так получает опыт. Таким образом он получает опыт. А вот подавлять ребенка и говорить ему, что он не прав в своей позиции, например. Вот это уже неверно с вашей точки зрения, с вашей стороны. Почему? Потому что это подавляет его. Это не позволяет ему быть свободным. Это не позволяет ему чувствовать, что он может делать все, что хочет. Понимаете? Исключение составляет только вред. Вред, например, вам. Вред, например, другим близким. Вред себе, например. Но вред какой? Вред буквальный. Вред буквальный. То есть, всегда не относятся, например, такие аспекты, как школа. Всегда не относятся такие аспекты, например, как, значит, успеваемость. Вот. Такие аспекты всегда не относятся. Успеваемость не относится к тому, что является непосредственным вредом. Да, вы можете показать ребенку, что вам некомфортно от этого. Ну, от того, что он не учится на, там, допустим, пятерке. Вы можете показать ребенку, что вам некомфортно от этого. Вы можете показать ребенку, что вам болезненно воспринимать за его плохие оттенки. Вот. И все. И все. Больше вы сделать ничего не можете. Ругать ребенка означает какую-то ситуацию, какую-либо, какую угодно ситуацию возводить в степень травматической. И я спрашиваю себя. Это то, чего вы хотите? Возвести ситуацию какую-либо в травматическую или еще более веселее сделать ситуацию запретной? Ну, вот, какую-то, сделать какую-то ситуацию запретность для ребенка, чтобы он чувствовал, что вот это нельзя. Это нельзя. Это я не могу. И, как вы знаете, как вы знаете, запретный плод, он всегда сладок. Вот. То есть, на мой взгляд, тут вот, конечно, требуется достаточное количество вашей осознанности, осознанности для того, чтобы, ну, все-таки, пересаживаться, вести себя подобным деструктивным образом. Смотрите, ребенок боится. Ребенок боится, что его какая-то оплощность вызовет такую реакцию. Но самое главное, самое главное, что этот триггер поведения у ребенка может закрепиться. То есть, он будет использовать этот триггер поведения во взрослой жизни. Во взрослой жизни для того, чтобы получать какие-то выгоды. Например, не захочет ребенок, допустим, брать на себя ответственность. Ну, за что-то, неважно за что. Не захочет ребенок брать на себя ответственность, допустим. За что угодно. И он сделает так, как вот вы, грубо говоря, его научили. То есть, он сделает так, что его наругают, он убежит, и будет иметь право обижаться, злить и вообще, значит, какие-то негативные чувства себе носить. Это то, что делаете вы. Это то, что воспитываете вы, к сожалению, в ребенке своем. И я не уверен, что это то, чего вы хотите для него, для ребенка. Понимаете, для своего. Кроме того, если, вот, ругать человека так, что он убегает, да, темно-звеноским составом, вот, принимает это как угрозу, значит, что воспитывать в человеке либо безволие, то есть, вообще, просто капитуляцию перед кем-то более сильным, вот. Про более сильного я все опишу, скажу. И, с другой стороны, культивировать в ребенке агрессию, то есть, защиту. То есть, он вот так вот убегает, 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 да, то есть, подавляет в себе что-то. Но, однажды, он может взорваться, например. И во взрыве, во взрыве, он будет обвинять не себя, а вас, ну, грубо говоря. И кто ему скажет, что он не прав? Что? А здесь, что касается более сильного, то вы, вы, Евгения, более сильный человек. Ну, вы взрослый, вы опытнее, вы влиятельнее, вы могущественнее для ребенка. И то, что ребенок вас боится, говорит о том, что вы не осторожно пользуетесь своим могуществом. Вы используете его бесконтрольно, совершенно. И что происходит? А происходит то, что ребенок боится близким, не доверяет близким. Если ребенок боится близким, значит, он, скорее всего, будет и дальше их бояться. И всех, кто станет к нему так или иначе близким, он тоже будет бояться. Почему? А потому что его так приучили. Его приучили бояться близким. Вы этого хотите для, собственно, ну, для ребенка, для своего. Вы этого хотите, чтобы ребенок боялся близких? Только серьезно и честно скажите, ответите на этот вопрос. Сами себе постарайтесь ответить на этот вопрос. Вы этого хотите? Если да, то никаких проблем нет. Если да. Но тогда у меня возникает вопрос. Вы вытавить, спрашиваете нас, что делать? И возникает вопрос. Что делать, чтобы что? Что делать, чтобы что? Что вы хотите делать? В этой вот конкретной ситуации. Что вы хотите делать? Вы здесь спрашиваете, что делать? Соответственно, момент здесь заключается именно в этом. Что делать, чтобы что? Что? Если у вас цель ребенка подавить, например, чтобы он выполнял, только выполнял то, чего, допустим, хотите вы от него, это одно. Если ваша цель воспитать и вырастить достаточно сильную личность, именно личность, то это все-таки, на мой взгляд, ну, немножко другое. То есть, зависит здесь все от того, чего вы сами хотите. Какой вы родитель, какая у вас цель, цель, что вы вкладываете в ребенка, то есть, ну, какое значение, да, вы вкладываете в ребенка своего. Вот. То есть, вот эти вещи нужно определить вам. Определите эти вещи, и в общем и целом будет все гораздо лучше у вас. Ну, то есть, по крайней мере, ситуация не будет вкладываться так, что у вас будут какие-то вот недопонимания. Определите со своей целью, Евгению. Вот цель у вас какая? Именно цель. И вот исходя из этой цели, уже можно будет ну, делать какие-то выводы и, собственно говоря, скорректировать свое поведение. Я думаю так. Значит, что еще я вам хочу сказать. Значит, так. Вы говорите, что у меня сын. Сыну, сыну, нужен отец. Всегда. То есть, сыну всегда нужен папа. Мужчина. Соответственно, возникает вопрос, как у ребенка обстоят дела именно с отцом? И обстоят ли они как-то эти самые дела с отцом? Потому что отец для ребенка это всегда, знаете, такая опора. Это своего рода такой, ну, если можно так выразиться, идеал для ребенка. Отец это некий такой ориентир в жизни ребенка. И если у ребенка с отцом нет связи, если в жизни ребенка нет отца, если в жизни ребенка отсутствует мужчина, как таковой мужчина, то мне кажется, мне кажется, что это уже само по себе является причиной того, что ребенок убегает. То есть, когда трудность, когда какая-то трудность, маленький человек, пока еще маленький человек, приучается избегать. Он так и будет всю жизнь избегать проблем. Вы этого хотите? Наверное, нет. Но, если вы, как женщина, будете учить его избегать проблем, не избегать проблем, простите, то ребенку, живущему в современном мире и в российских реалиях, наверное, будет сложно выстраивать отношения с женщинами с противоположным полом. Потому что он сам будет видеть в женщинах тех, кто, ну, знаете, в той или иной степени, кто выполняет мужскую роль. То есть, женщина для такого мужчины будет никем иным, как мамой, с той с вами. И разве это хорошо, Евгений? Разве это здорово, мужчина должен быть мужчиной. Для этого мужчина должен уметь справляться с трудностями. Для этого А. Ему нужны средства для того, чтобы справиться с трудностями. Именно средства. Ребенку нужны средства для того, чтобы справиться То есть ресурс. Ресурс – это не опасность. Я не говорю слово «безопасность», я говорю «не опасность». Для ребенка это такой ресурс – не опасность. И одновременно с ресурсом, ресурс дает ему вы, чувство, любовь, уважение к себе, уверенность, ценность и так далее. Одновременно с этим ему нужна модель поведения отца, ориентируясь на которую он будет справляться с этими трудностями. И на лицевой наглядь, как папа справляется со своими трудностями, соответственно, ребенок также действует в аналогичной ситуации. Ну, не обязательно прямо так, не обязательно прямо буквально так, но он старается. Вот так происходит процесс преодоления трудностей и, собственно говоря, поиск компромиссов в здоровой семье. А то, что у вас, это, знаете, это, к сожалению, к сожалению, это недоровая ситуация, когда ребенок убегает от своих родителей, и они пытаются ему что-то объяснить. Кроме того, правильно и неправильно – это тоже такой достаточно важный и болезненный момент. Понимаете, Евгения, правильно, то есть все правильно – это только с вашей стороны, это с вашей позиции. Правильно. Но для ребенка это может быть и наше. Говоря ему, что правильно, а что нет. При этом, минуя ситуацию однозначного вреда ему и вам. Вы навязываете ему свою позицию. И тем самым приучаете ребенка не прислушиваться к вам. А не прислушиваться к самому себе. Даже. Понимаете? Вот. И это тоже деструктивная модель поведения. Ну вот, я полагаю, что примерно так можно ответить вам на ваш вопрос. Я надеюсь, что это было полезно для вас. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!